Старший матрос Жижин Александр Валерьевич. Должность у меня была оператор штаба противотанково-актерийского дивизиона. Сам добровольно служил оружием. Я уже взял гражданские вещи с собой, потому что раньше я не смог как-то сдаться. Мне не получалось, я не знал куда, что. Так меня вывезли, я отделился от группы. Пошел, увидел гражданского. Он спросил у него, где тут дом, чтобы людей не было. Он мне показал, я зашел туда, сложил оружие, амуницию, вышел. Потом увидел еще гражданского одного. Он мне поговорил с ними, он мне показал, где русские военные. И я пошел, сдался добровольно. Отнеслись очень хорошо, уважительно. Меня не били, так что не пытали. Поэтому, то, что мне все рассказывали, неправда на самом деле. Настраивали против русских. Ну, я хорошо, что все-таки решился сдаться. Вот. И благодарен этому. Скажите, ваш командир, что вам говорили? Ну, что в плен брать вас не будут. Вот. Что вас будут, ну, сдаваться смысла нет. Вот. Вас сразу убьют. Нас просто обманывали. Ну, по факту. Говорили, информацию подавали неправую, неправдивую. У меня был еще один человек, который тоже не хотел в тот момент ехать на это, как бы, ну, стрелять и воевать. Он просил, падал на колени. Но его поставили перед фактом. И я понял, что спорить тут смысла нет. А тут надо брать, как бы, свои руки, свою судьбу, жизнь, как бы, и за себя решать, что для тебя. Ну, ты понимаешь. Ну, я вообще не понимал цели, за что Украина вообще воюет, если честно. Потому что никто же не забирает, ну, свободу и так далее у страны. Ну, я не переживал по этому поводу, потому что я не являюсь, как бы, непричастен к нацизму и всему такому. Поэтому мне переживать, и остальным-то людям переживать нечего. Вот. За что они тогда воюют, и почему берут оружие. И я считаю, что это, ну, пропаганда просто, по большому счету, сыграла роль. Вот. И запугивание, там, посадишь в тюрьму, вот. И непосредственно от людей, которые тоже уже мобилизированных, украинских мобилизированных, которые попали в плен. Они рассказывали, как они вообще, как их запугивали, как их заставляли брать оружие. И как их по итогу привезли, бросили, и у них нет ни связи, ничего. Их просто не сдалось. Вот. Ну, я знаю, что были азовцы, расстреливали бойцов национальной фарди Украины за то, что они хотели сложить оружие на Азов-Сталин. Азов расстрелял в Гражданского. Просто за то, что он там три раза у них переспросил. Ну, не знаю конкретно суть диалога, но сдалека он типа видел. Говорит, что он три раза к ним подошел, на третий раз они его застрелили. Вот. За что? Не в порсть. Тактику они применяли. Обычные подразделения украинские они ставили перед собой. А сами стояли сзади, короче. Они, получается, просто выставляли их как живой щит. Вы скажите мне, пожалуйста, вот если вас обменяли, вы пойдете? Нет, я и вернуться не хочу на обмены в Украину, не хочу вернуться. Я не вижу там будущее этой страны. После того, что я узнал вообще, как, ну, что происходило. Вот. Как они, как государство и офицеры, ну, поступали с людьми. Вот. Я не вижу будущего в этой стране. Ну, с таким управлением, с такой коррупцией, с такими властями, но она не может долго существовать.